Ага, пишет. Значит, имеют быть наказание туалет. То есть нас не выпускают в туалет, но в производственном помещении его нет, он находится на улице. То есть что нам приходилось делать? То есть мы исправляли нужду в целлофановые пакеты под машинками, ну, чтобы нас не видно было. Допустим, как будто за продукцией там нагнулись, в общем, в конце помещения сходим в пакеты, затем выливаем в щели пола. Ну, потому что куда его девать? То есть обыски же проходят каждое утро. Либо выносили в коробке с мусором, если таковой мусор имелся. Когда-нибудь прокурор был, смотрел ваш участок производственный? Хоть раз был при вас прокурор, не был? Не смотрел ни разу. Нет, там какой-то, говорят, проверяющий за исправительными учреждениями, мельник. И там девочка сидит такая, Петерсон, она очень много тоже адвоката жалобы, все пишет. Он вызвал ее, был решен. Ну, вы-то его видели, это слух, я так понимаю, вы знаете, что где-то там есть такое. Ну, я его в штабе видела. В штабе видели? В штабе, да. А в СУСе видели? Нет. Нет? Не заходил ни разу? Нет. 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 Дальше? В 2013 году освободилась Сагайдарова Кира Ивановна. То есть, осужденная находилась со мной в отряде СУС. Она освободилась, начала писать жалобы. Вот. Начала писать жалобы и в конце ноября приехала с главного управления. Я находилась в этот момент в ШИЗО. Приехали. А, вот, еще за ШИЗО за это. То есть, мне дают 15 суток за то, что я нагрубила в прогулочном дворике администрации в 6 часов вечера. Прошу заметить, что я заканчиваю рабочий день свой в 20.00. Я просто это даже делаю. То есть, вот такие беспределы всякие, ну, по поводу вот нарушения, вот просто так захотели, то есть, посадили, избили. Ну, и все, Сагайдарова, значит, написала, приехала комиссия. Меня вызвали из ШИЗО, говорят, правда ли, что у вас бьют, избивают, что вы бегаете ласточкой по калидору после отбоя. Что значит бегаете ласточкой? Можно я это покажу, как это делается. То есть, вот там калидор длинный, камер нас выводит после отбоя. Выбегаем с камеры строго, даже не после отбоя вообще. То есть, выбегаешь вот так, это называется так, и по калидору вот таким образом мы бегаем. А с какой целью? Ну, это вот такие издевательства. Далее. А кто этим занимается? Все. Ну, кто все? Да, это каждый день происходит. Ну, то есть, приходит начальник, кто там, приходит дежурная смена. Начальник чего? Да, все вообще оперативные дежурные. Ну, когда при... Фамилии называйте? Ну, я же фамилия. Ну, допустим, Кудашова, Нина Владимировна, то есть, Юлия Владимировна. Я просто фамилии их не знаю. Не знаете, да? Не знаю, да. То есть, они тоже не имеют такой привычки представляться, да? Бэджиков у них нет ни у кого? Нет. Нет ни у кого. И фамилии сотрудников вы не знаете? Ну, почему некоторые знают? Ну, список висит, начальников? То есть, там, ну, там очень много их фамилий, допустим, Кимяевы. Их там штук 15 работает, и все Кимяевы. Родственники. Родственники. Там все абсолютно родственники, они говорят, у нас преемственность поколений. Понятно. Вот. Или... Ласточкой бегать. Ласточкой. В общем, когда бегаем, ласточкой тех, кто не выдерживал, ну, потому что руки, то есть, длительное время вверх невозможно держать, в общем, люди, кто не выдерживал, их начинали избивать. То есть, били дубинками, пинали ногами. Это были и мужчины, и женщины. Такая вот там, есть на производственном помещении, сметанская. Она очень любила, то есть, пинать людей ногами. Ну, далее, что вот, приехал, спросил у меня с главным управлением, правда ли, что бьют, правда ли, что ласточка. Я говорю, да, дайте мне листочек с ручкой, я вам все подробно напишу. На что он мне ответил. Вы знаете, мне надо поговорить с начальством. Я завтра вас вызову, и вы все напишите. Ни завтра, ни послезавтра меня не вызвали. После того, как они уехали в производственное помещение, пришел временно исполняющий обязанности Рыжов. Взял у инспектора Данилова и Натальи Николаевны дубинку. Вывели меня в складское помещение, то есть, где он не избивал. Кулаками по голове, пинал ногами по бедрам. И два раза ударил палкой по голове. Побои были? Да, были, конечно. Фиксированы? Да нет, там никого не фиксируют. Вы знаете, когда в ШИЗО закрывают кого-либо, вот человек прям, вот черный, стоит черный избитый, раздевается, а врачи говорят, ну что, все нормально, синяков нет, и сажают в ШИЗО. То есть, ну как бы перед ШИЗО обязана медицинская, как освидетельственная пройти. Ну это, вот даже вы знаете, в 12-м году, когда я приехала, говорят, было вот два трупа. То есть, женщины покончили жизнь самоубийством. Одна в ПКТ, другая в ДМР, просто перетянула себе косынкой горло, потому что не могла, ну, переносить все эти издевательства. И все трупы, ну все знают, просто все синие были, фиолетового цвета. Ну и как вот, как вот проходила экспертиза? В октябре месяце, то есть, по поводу отпуска, я, по-моему, говорила, в октябре месяце, то есть, был отпуск в 2013-м году. В отпуска мы не ходим. То есть, они числятся только, ну, на бумаге, что якобы у вас отпуск. Я, допустим, отработала 26 рабочих смен. Так, остановитесь, вопрос на засыпку. Вы официально трудоустроены? Да. Вы об этом знаете? Да. Вы видели приказ? Да. Расписывалась? Расписывалась. Да. То, что внесено в трудовую книжку, вам неизвестно? Нет. Неизвестно. Вот, то есть, у меня шел отпуск. За этот месяц я отработала 26 рабочих дней. Но я, как бы, знаю, что о том, что, ну, ну, никто в зоне вообще в отпуск не ходит. Ну, как бы, вот, ну, не ходит. То есть, он идет. Компенсация? Вот, слушайте. Ну, то есть, я отработала 26 рабочих смен. У меня вышло там 100, там, 7-108 процентов за месяц. И тут я получаю вот эти 1300. Я говорю, и мне ставят, и когда журнал процентовый дали, я там не расписалась. У меня просто стояло 16 смен. Я говорю, простите, говорю, а где я была? То есть, а где я находилась в таком случае, если у меня 26 рабочих смен, а мне проставили 16 смен? Я говорю, а где я тогда находилась? Я вызвала главного бухгалтера Демидову. Пришла еще Рыжова, то есть, по производственной части. Ну, и просто мне сказали, ну, все уже забудь, тебе ничего не оплатится. Магазин. В магазин это что-то с чем-то. То есть, мы приходим в магазин, нас постоянно обсчитывают. Последний раз в мае месяце у меня было на счету 1300 рублей. Я купила продуктов, ну, на все деньги. В общем, посчитала, получилось на 1030 рублей. То есть, 270 рублей. Просто продавец присвоила себе. Я когда пошла с работы, мы в отряд не заходили. Я темпродукты питания занесла в штаб оперативнику Афанасьева и вывалила на стол. Я говорю, переписывайте, что я взяла, сколько это может продолжаться. То есть, ну, вот эти вот покражи со счетов осужденных. Еще раз. Прокуратурой обратиться можно? Нет. Нет, никак. Никак? Никак. Никак. А вы писали, пробовали? Пробовала. Вы знаете, я даже писала, я просила помилования, чтобы меня заменили просто на смертную казнь мой срок. Просто, ну, до такой степени. И что ответили? Что ответили? Администрация посмеялась. Сейчас что вы хотите? Я хочу, чтобы меня перевели в любое другое исправительное учреждение. Вы родом откуда? Не так же хочу, с Челябинска. У вас есть семья, дети? Да. Дети есть? Да. Большие? Большие. Большие. А тут кто, мама? Нет. Они к вам в Мордовию могли хоть один раз приехать? Нет. Финансово было? Понятно. Все? Нет. Вы знаете, вот на территории имеется парикмахерская. Имеется парикмахерская для осужденных. То есть, заработная, ой, оплата 700 рублей за окраску и подстрижку стоимость. Ух ты! Да, да, все удивляются, 700 рублей. Ух ты! То есть, выдаются квитанции, чеки, 700 рублей. Чисто. Любой волос, любая длина, хоть кого. А кто работает? Осужденная. Вот при мне работала осужденная Лукина. А вы не знаете, какая у нее зарплата при таких ценах? 1300. 1300, да? Понятно. А куда уходят суммы эти? Ну, не знаю. Не знаю. И вы знаете, я была так удивлена, когда увидела вообще гражданских людей. Нас же когда ведут в СУЗ обратно, мы стоим около дежурной части, просто ведут детей в парикмахерскую. То есть, по колонии разгуливают просто в гражданской одежде. Родственники сотрудников идут в парикмахерскую и стригутся бесплатно. Ну, может быть, у вас там деревня вокруг этой колонии? Да, поселок. И нет парикмахера в другом? Нет, там есть, говорят, парикмахер. Есть? Там, наверное, 3 тысячи стоят, а не 700 рублей. Ну, наверное. Наверное. По продуктам питания. То есть, мы вообще, я вот знаете, я вот здесь вот мясо увидела в тарелке. За сколько лет? Ну, вот пока находилась в Мордовии. То есть, проблема, там даже масла не увидели, растительного. То есть, вообще на всей воде, даже толком овощей нету. Но это можно заказать через столовую. У нас-то кормят? У нас кормят, да. У нас кормят. Нормально? Нормально кормят, да. Ура! Да, у нас кормят. И, знаете, там в столовой работают две смены. То есть, первая смена работает, готовит для осужденных, для администрации, для младшего персонала, для продавцов, для кладовщиков. То есть, для сотрудников еще готовят, в столовой именно для осужденных. Ночная смена, они все нетрудоустроены. И готовят они на магазин на ИВАЗ. А что это такое? Ну, в поселке стоит магазин, там, родственников, сотрудников. То есть, они готовят вот это мясо, которое, ну, видимо, для осужденных идет. Там котлеты, варят тушенку, делают различные салаты. Утром вывозятся, то есть, в магазин все эти продукты. Это ежедневно. Это такой бизнес? Это такой бизнес. Но мы также можем заказать со своего личного счета. Из вашей столовой? Салаты, из нашей столовой для осужденных, вот эти продукты питания. Так, минутку. С вас высчитывали деньги за пребывание, за спецовку, за проживание, за питание, там, как положено? Ну, у меня риски, поэтому у меня не высчитывали. Не высчитывали? Да. Только риски высчитывали? Да, только риски. А с остальных? С остальных высчитывали, да. И еще раз, заплатив за это дважды, да, еще можно сходить в магазин и купить котлетку и салатик. Да, да. В ночной смене. Да. Там большие специалисты в ночной смене, да? Да. Понятно. Вот, так же хлебопекарня, хлеб вообще отвратительный, ну, потому что пекарня небольшая, а хлеб они выпекают на поселок, на этот ИВАЗ. Поселок весь кормят? Да, они кормят весь поселок и, соответственно, опару не выдерживают. Я просто работала пекарем и вижу, ну, весь технологический процесс, хлеб просто есть нельзя, он просто пресный, то есть они не выдерживают опару. То есть, видать, сразу замешивают, все на формовку и пекают. Так, у нас здесь хлеб нормальный? У нас хлеб нормальный. Ура. Угу. У нас хлеб нормальный. Еще вопросы? В зоне не выдается зимняя обувь. То есть, я приехала, была удивлена. То есть, демисезонные ботинки я находилась вот в Хакасии, по крайней мере, то есть мне выдали ботинки, ну, как летнего образца, ботинки осенние и ботинки зимние. Вот, которые ботинки мне выдали, то есть демисезонные осенние, мне выдали такие ботинки в Хакасии и сказали, что это зимние ботинки. Так, где выдали демисезонные, сказали, что зимние, в Хакасии или в Мордовии? В Мордовии. В Мордовии демисезонные ботинки выдали за зимние. За зимние. И зимние, то есть это без меховой подкладки? Без меховой абсолютно. Без войлочной? Без войлочной, даже это... С собой нет случайно? Нет. Нету, жалко очень. Нету, нету, да. ну просто возить и во вторых там клей сверху они расклеятся я не буквально на месяц и все распадаются а что одевают какая спецовка на зиму положено в мордове начинается штанов обычные штаны которых я хожу летом те же самые штаны и же самые штаны никаких теплых штанов никаких теплых не свитеров не штанов ничего этого не никакой новой майки майки нет вы знаете можете перечислить просто вот перечислите то что дают на зиму одежду как мне не давали конкретно на зиму одежду мне выдали зеленый костюм то есть пиджак штаны юбка зеленая рубашка зимний платок пальто вот эту дезимисезонную обувь и все а халат дали мы все то есть что летом что осенью что весной всесезонные но вы знаете то есть отдали одну пару обуви демисезонно на лето осень и на зиму раз она демисезонная значит на все сезоны так что ли да нет вы знаете нет 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 мне дали ботинки летние летний дали 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 да а тапочки сланца там такое что нет так полотенца два вафельных давали два вафельных полотенца а когда моетесь купаетесь махровые дают нет лично нет значит лети какая-то спецовка есть водится нет нет в этом году по зиме сказали что мы можем приобрести джемпер в магазине за 850 рублей но и закрыла в магазине он зеленый такой и белая полоска вот здесь у нас не было возможности его приобрести так как зарплатно не позволяет а чего производствуете джемпера не знаете вы их пробовали нет они шерстяные или акриловые не знаю я тогда видела в магазине то есть все таки джемпера какие то есть неизвестно какие но есть вот появились в этом году вот не не спецовка типа типа приобретайте сами понятно еще вопрос в апреле месяце 2013 года я находилась шизон в камеру завели осужденную лукьянову ольгу и под яблонскую ольгу они были обриты на локса очень сильные избиты то есть они работали на мтф мтф это где содержатся животные и птицы мтф переводите на русский язык перевести просто вот оно так называется там содержится это прям рядом с колонией прям там 5-10 минут езды где содержатся различные животные различные птицы ну скотный двор хозяйственный да 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 там имеет место быть сексуальное домогательство со стороны сотрудников администрации к 2 то есть они это не выдержав решили и ушли в побег ловили их сутки 1 это поймали на болоте вот их привели из избили обрели на лысо все и когда их вызвал рыжов сергей владимир ржов это кто ну заместитель начальника колонии начальник колонии на тот момент был поршун и вот мне от лукьянова с под яблонской их сказали когда вот их поймали они говорят а что вы побежали они такие так вот же ну до нас домогаются в сексуальном плане они это что он жалко было трахнуться то есть об этом говорил начальник колонии заместитель начальника колонии то есть их полгода содержали в шизо в пк т но периодически из пк т сажали в шизо их каждый день избивали просто каждый день избивали а сейчас они где освободились обе освободились и молчат ну я не знаю понятно вот ну просьбу свою скажите на камеру еще раз чтобы наказали вообще сотрудников и к 2 и перевести меня в другое исправительное учреждение